так 12 мая 2024 год продолжаем забивать панику ну кого она есть смотрите сейчас много начала мне в комментариях кидать а где же наши там про наступление на харьков так называемая да еще раз говорю и подтверждаю то что никакого харькова никто не захватит никто его не окружить никаких мешков не буду решили россияне убиться головой об стену блин на здоровье нам пока в пользу объясняя что такое пишет там зеленский там все продал или не укрепление продали забудьте вы зеленский сейчас или порошенко я не голосовал за зеленского это не значит что он сейчас не мой верховный главнокомандующий забили уже все так пришлось что наш народ выбрал этого человека он сейчас верховный главнокомандующий понятно не надо блин пытаться что-то я не знаю что выход я про другое хотел сказать про линии обороны поймите сейчас другая война да почему я говорил там что когда градами начали лупить по волчанской агару скоты для боевого в боевой обстановке это мало что имеет значение потому что грады они по площадям работают но нынешняя война это не то что у тебя на поле боя полк стоит или там редуты один за другой там сменяется окоп за окопом во всех сидят солдаты и так далее это сейчас так не происходит это сидят по буквально по два-три человека в разных местах в норах своих там каких-то блиндажах я про себя рассказываю я уверен что это везде практически такое происходит потому что вот сейчас нас мы были там в подработинах прилетел кап понимаешь одно дело если бы там были там 50 человек нас нас бы 50 и положила так ну еще и нас даже не убило так по конкузива понимаете распределение такое ведется эти опорнички поэтому как бы строить китайскую великую стену вдоль границы там как это было при контакте забыл неважно то есть нет никакого смысла не будет вот это я честно говорю не знаю зачем вот там сейчас строится зубы дракона эти когда сейчас пока россияне могут пользоваться своими фабами кабами это такая хрень понимаете пока и в 16 не придут вас не спасет не какая-то бетонное укрепление не какое-то то самое то хрень там многотонная блин она сносит все китри нефини пока у нас не будет там под харьковом патриота у которые будут сбивать эти фабы то есть самолеты которые сбрасывают эти фабы кабы то есть нету никакого смысла ты никакой себя не построишь линию бетонное учреждение укрепление которое не снесет а там там я не знаю полутора тысячная бомба понятно поэтому ну совершенно очевидно нашелся решение там малыми группами и россия они же также нападают вы видите что они как идут они ждут не это как это называется психологическая атака психическая атака стали штыки в гору и вперед пошли колонны по два-три человека там маленькими группами просачиваются пытаются куда-то в этом вся суть этой войны что потому что ну потратят на них атакамс ну ладно блин все на двух человек атакамс тоже как бы тратить не хочется понятно в чем смысл это я не пытаюсь оправдать зеленского после войны там к нему претензий будет уж поверьте он блин как к любому из нас потому что например я себе могу сказать что в тринадцатом году я говорю украине армии не нужна у нас русские братья что я могу сейчас предъявлять зеленского за которого я не голосовал так это раз я хотел сказать второе говорят там уже там доходе это прошли стрелеча стрелеча на границе понимаете там его взять это я не думаю что там наши вообще находились потому что не имеет смысла на самом на самой границе образовывать тут опорник чтоб с первого заскока тебя уничтожили и все другое дело липсы если липс уже возьму да уже будет страдать северный осалток я об этом говорил в предыдущих видео там я не знаю кто смотрит если вы меня смотрите вы же наверно зачем-то меня смотрите шоу там вам это дает то есть я вам объясняю я я уже два-три раза выкладывал степени для граждан если вы сразу не сбежали там двадцать втором году когда все начало прилетать и вы не сбежали там в германию там без безупрека говорю у меня мать там сейчас у меня отец пробыл в купенске в оккупированных потом понял что ну для семидесятилетнего человека с лишним находиться в купенске это ну тяжковато тоже уехал в германию уже после деоккупации но я прошу я про я не упрекаю просто если вы сразу не уехали в двадцать втором году куда-то в село или за границу то и вы сидите сейчас ждете а насколько можно вот еще ждать приближение или нет то есть три градации прилетают по вам грады это уже очень опасно начинайте собирать чемодан это 20 километров от вас линия фронта повторяю блин я не знаю пятый раз прилетает по вам ствольная артиллерия спросите у кого-то кто-то наверняка на улице там селе там или в поселке в городе харьков точно найдется кто разбирается что это прилетело прилетела ствольная артиллерия это знаешь фронт уже 15 км этого по вам прилетают уже и ствольная и это и реактивное разрушение будет двукратно сильнее прилетают по вами минометы это значит уже в семи километрах от вас фронт это уже не в четыре наверно даже в 16 раз будет больше разрушения потому что минометы оружие дешевое их много его можно легко маневрировать ими потаскать и так далее понимаете и по вам будут прилетать и минометы не дай бог и грады и ствольная а стрелковка если то вы уже вообще на линии фронта не знаю давно пора было текать для гражданских то есть если часто вы в липсах вот у меня в прошлом раз раз спрашивали про липс я говорю ну господи ну тут не пойму зачем советов спрашивать если по тебе пролетает вот эта стволка и так далее конечно надо было ну уходить надо уходить ну конечно каждый сам принимает решение кто-то сидит и все боевые действия пережидают в своем подвале это решение каждого просто степень опасности увеличивается в геометрической прогрессии вот именно так долетают грады это там желтый уровень опасности долетает долетая ствольная это уже красный уровень опасный долетают минометы все это уже просто горит под вами земля так что там еще дальше до вовчанс говорят уже боевая вовчанс в четырех километрах от линии фронта это роза до границы с российской федерацией то есть хайка мы в двадцати шести километрах это ну и то это очень очень близко я был уверен в двадцать втором году что они его за три дня окружат я когда понял что они его не окружают не окружили за шесть за 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 три дня я разбойку это рассказал уже десять раз мне жена говорит что ты на четвертый день начал на гитаре играть песни петь хотя а мы сидим там же на северной салтовке на дружбой народов тут три дня депрессовало тут я говорю если они даже не смогли за три дня харькова окружить все это война именно проиграна и и харькова не возьмут сейчас вопрос только остается в количестве жертв и во времени вот это то что я и сказал на четвертый день войны войны жене своей все это самое да и объяснил вот этот самый волчанск были нафиг просто стоит на границе я не понимаю конечно там бои будут идти я надеюсь оттуда мирные эвакуировались вот кстати там и все остальное я не знаю вполне возможно что волчанское оставят но я же опять же говорю вы посмотрите это 70 километров от харькова я говорю про харьков ну конечно с эгоистических соображений как харьковчанин сам но и по значению конечно для государства для украины там вы понимаете это без обид там кто живет я понимаю как тяжко тем кто там сейчас находится в ловчанск но факт остается фактом при будут принимать решения наши удерживать его не будут не знаю ну на данном этапе конечно все мы отобьем сейчас речь идет о том что пока нам не пришли вот эти ф-16 пока нам не пришли на него в 16 будет воспользоваться в основном как по именно для того чтобы сбивать вот эти самолеты которые кидают фабы кабы потому что они кровь пьют страшно они то есть ты против них что не строй она сносится но это пока они летают как только мы их начнем сбивать это на порядок нам легче станет на украинские вооруженные силы понятно то есть сейчас вот это надо дождаться пока но ребята мы продержали бизнеса в 16 мы продержались и без брэдли мы продержались да мы с четырнадцатого года мы добьем эту гадину блин они не бесконечно они сейчас рыпаются именно с такой силой лезут потому что понимают что окно возможности для них закрывается понятно все буду украины не паникуйте берегите себя